привет мострана гусь с вами если вам нравится годный контент про мотоциклы то вот что я вам скажу добро пожаловать на мой канал друзья сегодня у нас на обзоре очередная легенда а иных мотоциклов у меня и не бывает на обзору друзья и вот этот мод не исключение это друзья это honda vtx 1800 а а а а а а друзья далекий 2001 год или даже нет давайте вернемся 95 то самое золотое время когда японские производители мотоциклов реально баловали своих адептов нас мотоциклистов новыми и новыми моделями сейчас же такого разнообразия друзья ну к сожалению нет итак девяносто пятом году на токийском мотосалоне впервые был представлен прототип этой модели и через долгие шесть лет 2001 году началось производство этого красавца друзья что же мы видим перед собой друзья это огромный это огромный круизер с великолепным мотором 1800 кубов на тот момент это был самый большой мотор и самая большая мощность среди круизеров вообще в мире то есть не хорлей никто не мог потягаться с этим так сказать монстром и кавасаки попытки догнать эту модель 2004 году построили двухтысячный вулкан задача наверно у них была такова построить двухлитровый мотор и впоследствии проиграть как скорости как так мощности во всем друзья ну наверное кроме внешнего вида и эта задача была выполнена успешно чем же он так хорош кроме своих габаритов внушительного вида и безусловной красоты эргономик этого мотоцикла просто потрясающе вот я сел и я ощутился как дома при моем росте метр 85 вполне себе удобно прям идеально идеально как будто сделан для моего роста удивительно что японцы наконец-то отрез отреклись от этих кукольных размеров своих мотоциклов и сделали полноразмерный круизер потрясающе на прямых но поворота конечно закладывается он с некими особенностями ну как я уже говорил новички мимо друзья этот мод потрясающе красив не так конечно красив как мое отражение в зеркале этой фары но все-таки давайте его разглядим поподробнее этот мотоцикл это просто апофеоз красоты иного и желать не стоит классические формы потрясный бак он не просто капли обратите внимание какие хитрые выштамповки здесь приборная панель вся в хроме и вообще здесь количество хрома просто зашкаливает как и должно быть на таком люксовом я бы сказал круизере здесь все блестит и сияет как и должна сиять душа у человека который обладает этим великолепный мотоцикл это мод мечта мод грезы грезы байкера я бы сказал потому что ну да взгляните вот это прям вот оно мое и по размеру и скажем так по возрасту он не да потому что но это мод статусный да это не просто так это не какая-то там там чесотка или даже литр и литр нервно курит сторон это 1800 друзья 1800 пригорюнился да а пригорюнился друзья потому что ценник этого мотоцикла по нынешним временам достаточно высок 700 тысяч рублей и как бы мне это игрушка эта мечта и мне как бы это мечта ну пока не по карману друзья на тем из вас кто может себе это позволить даже не сомневайтесь это великолепный мотоцикл с ним вы не будете знать никакого горя в техническом плане не в плане управления не в плане ликвидности его на вторичном рынке всегда его можно продать практически за ту же цену что и брали поэтому это от это отличный выбор это отличный выбор и хорошее вложение денег и конечно же слову будет сказано моя благодарность мото салону мир moto 23 который предоставил мне этот великолепный образец этот мотор был разработан эксклюзивно именно для этой модели ни одна деталь здесь не заимствую ни с какого другого мотоцикла это двоеобразник на жиже тремя клапанами на цилиндр объемом 1795 кубиков выдающий 106 лошадок и 163 ньютона крутящего момента на инжекторе сухим картером тремя клапанами на цилиндр который однако регулируется болт гайка друзья весьма удобно и можно их регулировать не снимая бака просто его приподняв коробка пятиступенчатая и работа ее безупречно впрочем как на всех honda нейтралка ловится класс немножко такая жестковато но так и должно быть друзья он огромен и потрясающе красив каждая деталь здесь зовет в дорогу дорогу дальнюю и перемещение по этим чудесным трассам будет быстро поскольку 106 лошадиных сил не оставит никакого шанса другим круизерам хотя бы увидеть ваши стоп-сигналы где-то там вдалеке в тумане 163 ньютона крутящего момента этот момент даже избыточен поэтому новички новички мимо всей этой модели это норовистый конь которого нужно объездить и объездить его может только опытный райдер друзья база 1715 миллиметров это очень длинный это очень большой мотоцикл для устойчиво движения по американским хайвеем друзья конечно же это было конечно же этот мод был сделан для американского рынка вообще американский рынок для японцев это конечно лакомая ниша это огромная ниша в отличие от российского где как бы мы пользуемся так сказать секонд-хендом для нас мотоцикла 20 лет от роду это нечто и не всем и не всем по карману как же мы догадались до такой жизни что вся наша жизнь друзья это секонд-хенд это не для всех он манит и невысоких райдеров однако однако я бы предостерег вас потому что он достаточно тяжел так комфортно и себе не чувствовал ни на одном другом мотоцикле хотя вот конечно подножки тоже на любитель я предпочел бы но наверное простые простые подножки они платформы и кстати есть такая модификация перед вашим взором одна из версий vtx 1800 она более облегченная обратите внимание подножки здесь обычные не платформы усеченное заднее крыло другая приборная панель и руль конечно другой и он ощущается более легким более таким юрким и наверняка более приспособлен для города то есть honda предусмотрела шесть видов этой модели 6 друзья то есть на каждый запрос на каждый каприз будущего райдера у honda имелся ответ давайте рассмотрим саму тушку этого прекрасного зверя а эти и это реально зверь друзья потому что ну извините 106 лошадей и максималочка у него больше 200 но там заявлено что-то 217 но все зависит от райдера но нужно ли она вам я сомневаюсь что кто-то вздрагу мне поедет на нем более там 160 80 километров в час здесь предусмотрен огромный 20 литровый бак но учитывая аппетит этого мотоцикла 78 литров на сотню сами посчитайте насколько вам его хватит широченные платформы для ног настоящие царское сидение с интегрированной такой спиночкой то есть сижу я вполне себе удобно и посадка смотрите посадочка вальяжная руль большой такой рогатый руль здесь правда установлены какие-то кастомные гриппсы очень такие мягенькие с такими пупырышками прикольно пульты кстати дал пульты немножко мне разочаровывать потому что они какие-то ну совсем простецкие зеркала маленькие но в принципе что-то там них видно гидравлическое цепление это классное обожаю гидравлику большая база создана для дальних путешествий это конечно не городской жить абсолютно покупать его для города я думаю никто не будет и я в том числе резко слабовата и предназначена только для проката по классным ровным дорогам ну и как вы видите кардан безусловно другого я не ожидал от honda почему не ремень не знаю ну данном случае я все-таки конечно предпочел бы кардан при таком сумасшедшим крутящий моменте ремешок боюсь будет слабоват для таких целей он принципе простой тут ничего такого сверхъестественного нет вот то что нужно для круизера чтобы ничего неожиданно не ломалась дороги как можно меньше морочиться обслуживанию не мазать эту цепь чертова которая тянется постоянно вечный кардан вечный двигатель да немного слабоваты тормоза многие жалуются но я считаю тут необходимая достаточность конечно если вы разосрете такую дуру до 200 километров в час но думаю остановиться будет достаточно сложновато 360 еще мои 100 это получится 460 еще двоечку 60 килограммовый мешок картошки водоразить туда это будет 520 кило и кто-то там что-то говорит плохие тормоза полтонны будет нестись со скоростью 200 километров в час и вы надеетесь ее остановить по щелчку пальца извините так не бывает это фантастика в другом отделе друзья есть интересная система здесь комби-брейк то есть когда вы нажимаете на задний тормоз подтормаживает и переднее колесо единственный минус который нашел это мотоцикле это вот этого приборная панель ну мало того что она размечена в милях да и километр там вы смотреть можно только с лупой вот я не вижу ни одной цифры здесь когда я еду для кого это сделано и почему вы думали райдерами на этих мотоциклах будут востроглазые американские юнцы давайте попробуем разбудить львиное сердце этого монстра друзья надеюсь у нас получится надеюсь вы это слышите надеюсь камера о том что я не передать этот крыль 2 я не могу не пролехаться Продолжение следует... Слушайте, если вы не катали никогда на нем, возьмите хотя бы на прокат. Это нечто. И вот что я вам скажу. Насчет руления. Вот смотрите, я даже на низких скоростях спокойно закладываю его. Единственное, что да, руль тяжелеет прям реально. Когда скорость мала и вы заходите в поворот, я говорю прям тяжелый-тяжелый. Но он не критичный, вполне можно справиться. Главное, ну не ссать, не ссать, и он вам покорится. Ну, как любой конь, он не любит, когда бояться. Бояться не надо, надо просто ехать. И реально мощь, колесо с буксами рвет. Крутящего более чем достаточно. Свою божесть. Но круто же, согласитесь. Круто. Это да, тот самый байк, который бы я хотел, безусловно, как говорится. Сука, ну торы. Так, давайте девчонку посадим. Конечно, это какой сомнительный эксперимент будет, но все-таки посмотрим, как она. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот смотрите, какая очаровательная девушка, метр шестьдесят четыре. Обратите внимание, как она гармонично смотрится на этом мотоцикле. Но это впечатление обманчиво, поскольку я не рекомендовал таким хрупким девушкам седлать этого... Как его? Коня! Седлать этого коня. Поскольку он тяжелый. Триста шестьдесят килограмм, скажем, какая очаровательная леди. Не справится с ним. Как я уже говорил, размер имеет значение, друзья. Так что будьте аккуратны. Вот так мы смотримся с двойкой. Двойка арендованная. Это не моя, давай. Двойка в аренде. Давайте прокатимся. Ну, вполне гармонично. Как ты себя там чувствуешь? Хорошо? Великолепно. Ничего не жмет, не трет. Спинка, да, есть? Спинка есть, да? То есть можно так расслабиться. А мне как удобно. Весьма мягко. Тоже такая спинка. Не буду смущать. Поедем. Поедем катнем чуть-чуть. А он не хочет выводиться. Все? Сейчас. Уже приехали. Как тебе эти вибрации? Шикарно. Ну, я надеюсь, все полны впечатлений. Я и Настя. Как ощущения? Шикарно. Шикарно. Хорошо ускорялись. Размер имеет значение? Конечно. Так что и я не соврал. Размер имеет значение. И этот размер для меня. Это чистый секс, друзья. Это чистый секс. С объемом 1800 кубов. Насыщенный. Насыщенный, как вот этот темно-вишневый цвет. Поэтому нет ни одного противопоказания при покупке этого мотоцикла. Берите и наслаждайтесь. Пару слов о конкурентах. Ну, конечно. Чуть не забыл самое главное. Кто там смотрит в задние фонари этого мотоцикла? Безусловно. Сузуки Булливар. 109. Друзья, это один из основных конкурентов ВТХ. 1800-го. Буллик 109. Достоин вашего внимания. Мотоцикл роскошный. Мотоцикл очень интересный. Он обязательно будет герой моего ролика. Следующего наверняка. И мы как раз сравним. Пока еще будет свежа память о ВТХ. Мы катнем на этом Буллике. И мы все поймем. Мы все поймем. Внесем ясность. Кто из чего слеплен, друзья. Это тоже прямой конкурент. ВТХ 1800. Это Буллик 109-й. Только R-ка. В отличие от того классического. Я думаю, никто не может пройти равнодушным. Нему этого мотоцикла. Вы посмотрите. Что было в голове у дизайнера. Какие эротические фантазии он испытывал. Когда проектировал этот чудесный мотоцикл. Тем, как это нарисовать. Он испытал нечто необычное в своей жизни. Думаю, какой-то был у него потрясающий секс. Уж не знаю с кем он там совокуплялся. С какими иноземными существами. Но такое сотворить. Это нужно иметь очень бурную фантазию. В том числе и сексуального характера. Обязательно я до него доберусь. Тоже потрясающий мод. И вот мы их сравним. И конечно и Маха ХВ 1800. Там их много модификаций. Допустим, стратолайнер. Ну, вулкан. Вулкан. Да. Я же такой любитель вулканов. 2000-ый вулкан. Тот самый редкий случай. Когда на одной площадке собрались два брата. Ну и не сказать, что близнеца. Но единоутробные родственники. ВТХ 1800-ый и ВТХ 1300-ый, друзья. Казалось бы, внешне, особенно издалека, разница немелика. Но на самом деле отличия разительные. И первое... Первое отличие, конечно, следует из названия. Из названия и из кубатуры двигателя. Здесь 1800 и мощность 106 лошадок. А в этом красавце 1300 кубиков и мощность 75 лошадей. Ну, разница значительная. Конечно, первое, что бросается в глаза, это разница в вилках. Здесь вилочка перевертыш на ВТХ 1800-ом. А здесь обычный телескоп. Все, как говорится, для удешевления конструкции. И дальше тормоза. Здесь два диска плавающих с трехпоршневыми суппортами. Комби-брейком. На 1300-ом ВТХ, считаю, совершили непростительное удешевление для такого объема. Поставили один диск, причем не плавающий. И всего лишь двупоршневые суппорта. Если на первый взгляд они особо ничем не отличаются, то при ближайшем рассмотрении ВТХ 1300-ый, он значительно изящнее. Он изящнее и легче. И его вес не дотягивает до 300 кг. Бак здесь меньше на 18 литров. И он, ну, вообще, мотоцикл кажется более изящным и более привлекательным для менее рослых райдеров. Менее рослых и менее мощных райдеров. Но и не сказать, что он мал. То есть даже я со своим ростометром 85 вполне себе комфортно чувствую. Удешевление конструкции ВТХ 1300-ого коснулось и системы питания. Здесь стоит обычный карбюратор Кехен. Но, слава богу, он один, что нас лишает этого геморроя синхронизации. А 1800-ом, мы же знаем, там стоит инжекция. И еще одно, скажем так, недопустимое, на мой взгляд, удешевление. Это тросовый привод сцепления против гидравлического ВТХ 1800-ом. Казалось бы, вот для меня, если бы был просто меньший объем мотора, меньшая мощность, 75 лошадей вполне достаточная мощность. Если сравнить с прямым конкурентом, допустим, с роялем 1300-ом, и рояль тяжелее. Однако такие удешевления, как один диск, отсутствие комбибрейка, карбюратор, тросовый привод сцепления, ну, у меня, например, отбивает охоту рассматривать этот мотоцикл для покупки. Если, конечно, преследовать цель, ну, сэкономить порядка 100 тысяч рублей, то, конечно, ВТХ 1300-ый, это ваш вариант. Для кого сотня не является какой-то критической суммой, то, пожалуйте, плод в это седло, вот этого гиганта, этого красавца. Ну, вот насчет ворочек статики, да? Допустим, вот я спокойно ее ножками-ножками потихоньку ее... Вперед, поехали. Да, тяжелая-тяжелая, но сейчас мы сравним с той. 1400-ый, насколько мне будет легче ее ворочек. Ну, вполне себе справляюсь. Ну, имейте в виду, что она займет весь ваш гараж, и там больше не будет вариантов для каких-то других мотоциклов. и столько подвесить его далеко не год. Пока старший брат отвалил, давайте пошепчемся об этой модели. Но она более изящная, и, как говорится, оседлать ее может практически любой. Она, да, она полегче. То есть я не боюсь даже наклонить до критических углов. Все как у взрослых, только чуть меньше. Не потому, что еще не выросла, а потому что, ну, просто конструктив такой. У меня двойка просится. Можно я ее посажу по мере, как и эта VTX 1300? Видите, у нас было разнообразие не только мотоциклов, но и девушек. Заходите к нам почаще на канал. У нас очень интересный любой вкус, размер, цвет и возраст. Всем здоровья и удачи! С вами был Андрей Кузь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok